ПОТАПИНКА БУДЕТ ПОТАПИНСКОМ ЯЗЫКЕ Дедушка Левого движения Условно говоря Но когда пойдет кристаллизация Вот такие Лимоновые Окажутся очень благодатной Питательной средой И чем больше людей сталкивались с Лимоновым То как сила действия равна силе противодействия Те ОМОНовцы Которые работали с ним Они тоже У них тоже было зерно Уже сомнений Именно этим занимается власть Потому что она сама растит вот этот мне ненужный ей же бульон. Причем своими действиями, ни действиями никакой оппозиции. Вот этого я не понимаю. Я, правда, предлагаю отделять сейчас Лимонова в сторону, оппозиционных кандидатов независимых в другую сторону, в росте которых я не вижу ничего плохого абсолютно. Естественно, но просто люди задают вопрос, они не что, чего добился? Вот все эти кристаллизации и вообще радикализация протестов, это плохо. Это плохо для государства. Именно для страны как таковой. Но это делает власть, вот в этом-то это я не понимаю. Она делает плохо и для себя, и для страны одновременно. Вот у меня мое рацио бунтует просто. И все, больше ничего. Продолжаем, братуш, что вчера происходило на Трубной площади. Я, собственно, поговорила с людьми. Можно послушать, что они рассказали, почему они решили прийти во второй раз. Ну, мы были вчера и страшно возмущены тем, что арестовали совершенно мирных митингующих. Возмущены, что никто не вышел ни из мэрии, ни из избиркома. Кроме того, среди кандидатов в депутаты мои фавориты, которых я поддерживаю. Людей лишили, в принципе, права выбирать, потому что подписи реальных людей, поездные на многие, они действительные. Кроме того, этот барьер в пять тысяч, он абсолютно заградительный. И я не очень понимаю, почему, например, люди, которые уже работают муниципальными депутатами, уже имеют некоторую репутацию, должны преодолевать этот барьер. Они уже входят в число политиков. Мне не очень это понятно. И вот сейчас мы шли по первому Колововскому переулку, и он заполнен автозаками, полицией, ОМОНом и Росгвардией одновременно, которые во всеоружие готовятся снова нападать на безоружных людей. Ну, как-то это странно. Вы прочувствовали, насколько интеллигентные люди ходят на митинги? Ну, потому что это центр Москвы. Это центр Москвы, и если где собираться, то надо собираться, конечно, не на, на мой взгляд, больше не на Трубной площади, а где-нибудь у Спаских... В Ликино-Дулёво? Нет, у Спаских ворот. Не морочиться себе. Просто сделать массовое гуляние в ОЦайпушке. Ну, знаешь, на самом деле есть у правоохранительных органов определенные маркеры, куда можно пускать, куда нельзя. Вот помните, как мы все, и тогда, да, что же со мной тогда была... На марш Голунова, когда нас на Трубную не пустили. Когда мы пытались пройти к... По бульварам на Трубную площадь. В Петровку 38. В Петровке 38. Вот, как бы, еще на Трубную еще куда не шло. Потом начали задерживать, когда мы уже, когда они поняли, что, да, мы идем к Петровке 38. И мы, в общем-то, уже дошли. Они просто вот не могли себе репутационно позволить, чтобы такая толпа пришла, ну, люди. Вот, потеря, потеря лица. Дим, это, кстати говоря, вот к вопросу, зачем власть сама вот это вот растит. Вот этот бульон создается. Как-то Леонид Яковлевич Гозман приходил к тебе, кстати, на эфир в том числе. И вот у нас с ним в этом плане абсолютно одинаковое мнение. Не по-пацански. Допустить. Не по-пацански. У нас, к сожалению, у нас есть эти понятия. Власти у нас, к сожалению, очень во многом руководствуются принципами вот этого вот по-пацански, не по-пацански. Я вам даже больше скажу, скорее всего, и сын Чайки сейчас тоже думает отказаться от Ликино Дулева как-то не по-пацански. Что же я сдамся? Нет, я выжму, я их дожму. Это называется, как это говорят в политике, потеря лица. Вопрос, эту потерю лица, то есть, это какой-то внутренний маркер, то есть, ты сам себя гнобишь. Потому что, поставив этот внутренний маркер, потому что внешнего нет, потому что внешне, ну вот там, Илья Яшин, прекрасный политик, должен быть он в политике, да, но кто мы, мы о нем, его кто-нибудь дальше, его муниципалитета знает? Нет, нет, не знает. Почему? Потому что власть очень сделала правильно. Она забетонировала абсолютно все каналы распространения информации, точно так же, как вокруг Мосгордумы, и даже если бы там оказался Илья Яшин, то вот кричи, не кричи, все, что у него было бы, это его милый ютубчик, ютуб канал, который тоже можно бросить страйки, можно затопить. Ну, то есть, при правильном, вот таком, понимаешь, технологическом подходе, но вот этот маркер, который они сами, что, с кем я буду договариваться, с этим? Я тебе именно про это и говорю. Если мы берем европейских, да, западных политиков тех же самых, посмотри, для них потерей лица является, например, какое-нибудь журналистское расследование, в котором вскрываются счета, там, неправомерное управление, там, полеты на частном самолете. У нас потеря лица это уступить или, еще того хуже, пойти на переговоры. Ты понимаешь, в чем разница между теми политиками и нашими? В том, что это у нашего стоит в башке комплекс неполноценности, который он сам себе внедрил. Я здесь не психиатр. Он сам себе это внедрил, потому что потери лица на внешнем контуре нет никакой. Когда ты говоришь про буржуев, у них принципиально другой подход, у них принципиально другой маркер, у них потеря лица это потеря уважения общества. Я тебе именно об этом говорил. А здесь он теряет уважение перед самим собой. Потому что общество он уже нагнул, он уже забетонировал, уже нигде там... Да не перед самим собой, мужики не поймут. Да, перед такими же, как он, конечно, перед своим окружением. И это можно же тоже отыграть. Ты можешь сделать прокладочку... если меня сейчас вот этот мальчик прогнул, это значит, что меня любой прогнуть может? Нет, это надо делать через прокладочки, делается через какие-то бюджетные партии. То есть есть варианты, как это можно отыграть. И перед пацанами будет нормально, и ты себе власть продлишь. Но, вот этот маркер собственного комплекса неполноценности, он ужасен. Слушатели спрашивают, можно ли сейчас звонить, друзья? Можно, нужно? Мы ждем ваших звонков и ваши комментарии из 530-101. Да. Звоните в любую секунду. Нет, это еще не... Пока мы ждем звонков, давайте послушаем. Вот смотрите, есть кандидаты, которые не прошли на выборы, но они и на митинги сейчас не ходят. Это, например, Дмитрий Гудков. Вот чем они занимаются? Нет, на трубную не судяюсь. У меня завтра свидание окруженной комиссии. Уже вторую ночь подряд мы будем готовиться отбивать забраковую подпись. Я сейчас ни на что время уже не могу потратить. Я буду сидеть в штабе и буду сидеть до последнего. Мы же ищем людей, которые там подтверждают подписи. Мы разбираемся во всех этих многочисленных табличках. Это очень сложно. Это целый репут надо разгадывать. Поэтому мой весь стаб сегодня занимается только подготовкой аргументов в защиту наших подписей. Ну, кстати говоря, времени все равно у того же Дмитрия Гудкова еще, это возвращаясь к первой теме, хватает для того, чтобы серьезно держать руку на пульсе проблемы Ликино Дулева, то, о чем мы говорили. Он был один из первых, кто, кстати, проинформировал людей, выложил ролик и очень многие потом начали уже звонить, узнавать, что там происходит именно с его подачи. Александр из Москвы пишет, грустно все это. Люди, не отвечающие за свои действия, вцепились во власть до крови из ногтя. Они будут реагировать, скорее всего, жестко, боятся, будут давить народ, пока тот не воспалится. Ломают собственный народ, обрекая на деградацию. Мы, как жилы поколения, в ответе за свое будущее. Учимся на уроках прошлого, чтобы сделать воздействие результативным. Каждый важен, каждый в ответе за успешность акции. Приду и буду приходить Саше из Москвы. Они подламывают в том числе тех самых ОМОНовцев. Как ты за них сегодня переживаешь? Я не за них переживаю. Я вижу системные изменения, которые они сами себе провоцируют на эти конфликты. А я не вижу системных изменений в этом плане. Тот же Марш Голунов я хочу привести. Я не вижу системных изменений, когда они нормально, не дрогнув бровью, уводят хрупких тетушек. Ну какие системные изменения? Там абсолютно, ребят, я как человек, который вообще всегда на митингах, всегда на акциях. Все делается только по команде. И все делается стихийно. Вот они стоят, ждут команды. Вот шесть часов, например, в воскресенье они стояли наблюдательную позицию занимали. Потом уже Соболь начала разбивать палатки там. Они получили приказ зачистить. Все, пошли, зачистили. Они не, ну не то чтобы, я не могу сказать, что они не задумываются. Они периодически, например, уводя в автозак, даже что-то беседуют, там спрашивают. То есть они, может быть, где-то душой на стороне, да? Вот Яшин выкладывает разговор с ОМОНовцем. Да. Да, он возмущен, он в шоке от того, что ему приходится этим заниматься, но он занимается. Он этим занимается, безусловно. И будет заниматься, пока контракт не закончится. Но контракт, когда закончится, то, соответственно, он останется. Голова-то у него останется. И вот эта проблема для власти, этот, это там Гриша, о котором пишет Илья Яшин, этот Гриша останется. И бошка, и бошку ему власть не поправила. В этом ее проблема. Я просто, знаете, здесь хотелось бы разделять, но это сложно разделить. Вот какой-то этот огромный. Вот одних, которые просто понимают, что они сейчас уведут какого-то там 20-летнего парня в автозак и его потом выпустят через 30 минут, это одно, как бы, да, нам кажется. А люди, которые там месят просто в Ликино-Дулево, да, людей просто до крови избивают, это как бы другое. Но если честно, это все одно и то же, если так вот. Ну, прям вот очень, да. Да, я согласен с Дашей. Согласен, естественно. Еще раз говорю, вот они создают сами себе вот эти битые ссылки. Просто другое дело, что кристаллизация там пойдет, власть будет сметать сама власть. Это будут не уличные, то есть так же, как все революции делаются в кабинетах. Это будут люди с оружием, люди, которые умели обращаться с оружием. Но они сами создают лишние абсолютно битые ссылки. Потому что, вот вы правильно сказали, что они бездумно исполняют приказ. В этом-то и засада власти. Да не бездумно, Дим, даже страшнее, они равнодушно его исполняют. Извини за... То есть, суть-то они понимают происходящего. В этом-то и проблема. У них нету идейных. Это для власти проблема. Это огромнейшая проблема. Сказали, ипотека есть, исполнили. Это означает, что оружие развернется в любую секунду в обратную сторону. Давай пообщаемся со слушателями. 730-101. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Добрый день. Да, здравствуйте. Понимаете ли, в чем дело? Все учились в школе, и, наверное, никто не может вспомнить ситуацию, чтобы протест ущемленных очкариков-ботаников победил бы какого-то неформального лидера-хулигана в классе. А действия политики на сегодня, действия верхов на сегодня, именно действия этого школьного хулигана. А что? А я сказал. А ежели вот эти очкарики соберутся трое-пятеро, а я сейчас друга свистну, у которого голова отбита, ему лишь бы кулаки почесать. А он им всем морда-то и начистит. И никогда протест вот этого интеллектуального сообщества не сможет победить этого хулигана. Победить его сможет только в том случае, если вот у этого интеллектуального сообщества, а есть старший брат, у которого кулак больше. Все. Поэтому нет никаких системных изменений, и ничего в бульоне не вырастет. А скажите, те люди, которые... А что делать? Брата искать? Мне интересно. Брат откуда возникнет? Да. Алло, вернитесь нам. А вот, а вот да, я вот думаю, что откуда он может возникнуть. Да ниоткуда он не возникнет сейчас у этого сообщества у нас. Ниоткуда. Тем более, на местах тише благодать. Правильно вы сказали, все информационные каналы забетонированы. Кроме вашей радиостанции, в нашем регионе вообще об этом никто не говорит. Угу. Об этой ситуации. Ну, еще телеграм-каналы, я так понимаю, и всякие ютуб-каналы, видимо. Да. Скорее всего. Спасибо. 730-101, давайте продолжим. Доброе утро. Доброе утро, слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Да, вы в прямом эфире. Меня зовут Александр, город Оренбург. Угу. Я в 2015 году участвовал в выборах в горсовет в Оренбурге. Угу. Но я был не кандидатом, а я был балантером, я помогал собирать подписи. Угу. Вот. Подписи в самом штабе, перед тем, как сдать проверку, их в штабе очень жестко проверяли. Угу. Вот. Потом собрали подписи, сдали. Кандидат, ну как, я наработал на кандидата от партии Родина, вот. против нас подал и в суд кандидат от партии Единая Россия, якобы наши подписи поддельные. Вот. В суде удалось отстоять, да, привозили людей, которые подтверждали, да, что мы, вот, тех людей, которые подписи сбраковали, они приехали в суд и подтвердили, что да, мы давали подпись. В итоге по нашему округу из 18 кандидатов только одного пропустили, вот нашего кандидата. Вот такая вот история, а остальные 17 не прошли. Вот то, чем сейчас занимается Гудков, похоже, он ищет людей, которые реально ставили эти подписи, но это, конечно, еще та работа, вот представьте себе, сколько там подписей надо было собрать? 5 тысяч, по-моему. 5 тысяч, ну ты иди поищи, кто там? Вот у меня около метро, например, тормозили, там девушка, не распишитесь, как они меня теперь искать-то будут? Ну, если только кто-то телефон наставлял. 730, 101, доброе утро. Да, доброе утро, послушаем ваше мнение, да. Доброе утро. Доброе. Поймите правильно, что вот тысячи человек на Москву, это очень мало, а такие регионы, допустим, как Курск, здесь такое болото, здесь вообще ничего не добьешься, в принципе, никто добиваться не будет, потому что население не понимает вообще, а в чем заключается сущность местного, депутата местного собрания, там, городского, поселкового, ну, поселкового, может, где-то еще-то там что-то понимают, но городского, курский нет. Вот у нас вот война там за дорогу за одну идет, вот, то есть там приезжает губернатор, которому надо посвятиться, там, мэра там вытащили, и все, все это самое, местного депутата там нету, то есть я вот разговариваю с людьми, а с чего вы начинаете местного депутата, а кто он у нас, то есть население вообще не понимает, о чем, о чем функция депутата, и, а, как бы, ну, пока население не изменит свое, с кого спрашивать, вот, и не перестанет холопствовать, ничего не изменится, тысячи человек на Москву, это очень мало, я не знаю, как это сделать, сказать, ну нет, я уже все время говорю, жги боже, здесь больше ничем не вылечишь, не перевоспитаешь. Понятно, спасибо. 730-101, доброе утро, здравствуйте. слушаем вас. Доброе утро. Доброе. Денис, Москва. Здравствуйте, Мне вот, да, здравствуйте, здравствуйте, вот, в очередной раз дозваниваюсь, всегда начинаю с благодарности за вашу программу, вот, за всех ведущих. Спасибо. А теперь по делу. Да, значит, вот смотрите, если не брать 300 лет правления Романовых, а все остальное время, у вас есть пример, когда у нас в Советской России, уже теперь вот в обычной России, да, власть передавалась легитимно. Вот я вчера слушал программу, об этом упоминалось, просто, ну, теоретически Хрущев, ну, теоретически, ну, так это можно за уши притянуть. Абсолютно нет. Я, я вчера ехал с утра, сегодня с утра ехал, всех вспоминал, пытался вспомнить. Да нет, но он прав. Вся власть передавалась абсолютно нелегитимно. Не, ну, вы правы, да. Что Хрущева, что Хрущева убрали, его же убрали переворотом внутренним. Ну, там внутренний заговор был, да, да, поэтому я и говорю, теоретически, да. нет. поэтому текущая власть, сейчас, извините, пожалуйста, поэтому текущая власть, такое ощущение, такое ощущение, что она действует просто по скрипту. Все, все делается одно и то же. И вот, когда Дмитрий Валерьевич удивляется, как так они вот вляпываются вот в это во все просто, да они даже не думают об этом. У них какой-то скрипт есть, они как бы идут по шаблону и все, и топорно это делают. У них нету этих людей, которые могут тактически или там очень грамотно, там на таком уровне все сделать так, чтобы мы простые люди развели руками и сказали, вот это красавцы. Вот это удивление. вот это респект. Ты даже не подкопаешься, понимаете? И они этого не боятся абсолютно. Нет, смотрите, вот, ну, хотя бы, так, я удивляюсь отсутствию, понимаете, даже сказал бы так, нас не существует в их картине мира, это я все прекрасно понимаю, я с ними регулярно общаюсь, им там пыль и грязь, по сравнению со мной, это боги. Я прекрасно понимаю, как они общаются, они, я помню одну из программ телевизионных, это было очень забавно, ее вел, но не депутат Макаров, и я там был что-то про предпринимательство, а я выступал одним из последних. И вот это был запал такой, я не знаю, вырезали ли это из эфира, но вроде не вырезали, потому что он ко мне обращаясь, сказал, так, Дмитрий Валерьевич, вы чьих будете? Причем эта фраза вот прозвучала именно в таком контексте, прямом. Я говорю, видите ли, мы сейчас обсуждаем предпринимательство, я представляю, он продолжает эту всю историю, так вы от кого? Я говорю, минуточку, я сам по себе мальчик, я тут это, в общем, предпринимательство. Да-да-да-да-да, вот это был очень серьезный запал. Так вот, я не очень понимаю, у меня рацию не срабатывает, когда вы говорите об этом скрипте, должно же быть чувство самосохранения, потому что это же та самая табакерка и тот самый шарфик, их же придушат свои же, зачем это создавать? Дмитрий Валерьевич, я сказал свое мнение, что я просто считаю, что просто страх потеряли, извините, уже за каламбур, и все. Окей. Просто ничего не бояться, потому что, ну, ничего не происходит, ни одного раза, когда кого-нибудь серьезно там по носу щелкнули за такие промашки, вот с делом Голунова, вот я все жду, когда же найдут крайних, ну, когда же найдут крайних, ну, беспредел просто, ну, какой-то вообще ужас, вот честно. Понятно, спасибо. 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 Кстати, а вот Борис Николаевич, так. Передал ли он власть? Он, ну, Он же отдал ее, фактически, как, как Бильбо Бэггинс, единственный, кто добровольно отказался от кольца всей власти, да? Нет, Я устал Ямуха Жук, но... Но получается, Борис Николаевич единственный? Нет, но он передал. Власть, власть вообще... Нет, он отказался. Подожди, он хоть... А вы же знал, кому он передает? Все остальное, подозреваю, что не очень. Подождите, все равно... это в смысле, да. Это да. Должны быть выборы, правда, мы помним, что... Они были... Ну, я помню, что... С узнаваемости... С узнаваемости Владимира Владимировича, по-моему, 6 процентов, он потом набрал... Давайте насчет сбора подписей и того, что сейчас происходит в Москве с независимыми депутатами. Послушаем синхрон Леонид Владимирович Давыдова. Это автор телеграм-канала Давыдов Индекс. Все понимают же, да, что сбор подписей это система несовершенна. В любом случае, трудно собрать, как условно, кого мы называем оппозиции, там, я не знаю, как провластным кандидатом, примерно с одинаковой степенью, потому что, на самом деле, хохмата заключается в том, что это вопрос технологии. Да, вот сбор подписей и сдача этих подписей это вопрос технологический. На мой взгляд, в том числе, надо смотреть, как на спор хозяйствующих субъектов, потому что, собственно говоря, спорят команды, в том числе, которые всегда зарабатывают на сборе подписей. Нанимают команды, которые понимают, как собрать подписи, и там же юристы, которые знают, как эти подписи оформлять и сдавать. Ну, это правда, да. 730-101, телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, слушаем вас. Алло. Доброе утро. Да, слушаем вас. Доброе утро. Да. Слушаем, говорите, вы в эфире, да. Да. Здравствуйте, да. Доброе утро. Константин Пятигорский. Вот я слушаю, и вы знаете, ну, на самом деле, мне кажется, что возможно, да, что вот эти все протесты, они подогреваются специально самой же властью, просто в том, для того, чтобы либо потом это все возглавить и удержаться, ну, как бы перетрансформировать то, что есть сейчас, в то, что возможно будет потом, но уже на волне. Потому что вот этот наш добрый царь, который решает в последний момент многие вопросы, он просто уже не срабатывает, уже вызывает услышку такую, саркастическую. Вот я думаю, что это специально. Это ведь не только в области избрания, да, и не только на этом уровне, а во всех уровнях абсолютно. Также в судах тоже самое, в судах особенность, что касается споров между государственной властью и гражданами, организациями, государство всегда почти право оказывается, хотя категорически не право по закону. Ну, я не знаю, это возможно объяснить только тем, что это делается специально. Вот в этом-то и проблема, просто специально это делает власть. Вот пишут нам, не подзуживайте народ, дайте труп у этой страны спокойно, качественно сгнить. Слушайте, ну, все-таки это наша страна, как мне кажется. Возможно, она и должна сгнить, но мне кажется, что мы не должны этому... Не, она, труп системы имеется в виду. Коллеги, а как вы вообще считаете, сегодня вечером придет на трупный народ? Будет ли там... Не много, но придет. Нет, что кто-то придет, понятно, и что, скорее всего, опять мы услышим все, что вчера я слышала от кандидатов, потому что сегодня у них не так много новостей, как вчера. Вчера они там встречались, да, ходили там в центры сберком. Сегодня нет. Ну, да, интересно будет посмотреть все-таки. но кандидатам, кандидатам точно так же с точки зрения маркетинга и пиара им нужно создавать события. Простите, люди реализуют свое конституционное право в первую очередь. Безусловно. Ну, помимо конституционного права они, конечно, должны создавать события и мероприятия, а не просто приходить туда. И задержание, в том числе, это одно из очень важных событий. А вот даст ли до какого-то решения наша власть возможность людям собираться безнаказанно на трубной площади, вот это другой интересный момент. Так что ты оператор с собой на всякий случай. Ну, я думаю, что, если честно, они просто сейчас будут надеяться на то, что с каждым днем все меньше, 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 спокойнее, 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 и, может быть, и не будут, уже и позволять будет нечего. Вот как-то оно само собой пройдет. Вы вот поймите правильно, событие уже случилось. Я только конкретно про эти митинги, собрания. Вот сейчас выборы, вот поймите правильно, уже точка невозврата пройдена. Выборы, которые никому были не нужны, стали резонансными. Это, уже все это записано в аналог, это уже ушло в администрацию президента. И сейчас уже, уже не важно, придет на трубную кто-то или не придет, потому что уже будут задавать вопрос уже выше, говорят, ребят, вы что, не в состоянии нормально провести формальную абсолютно процедуру? этот вопрос по кабинетам уже пошел. Это вот эта проблема для власти, а не то, чтобы на трубную кто-то вышел. Даша Касьянова была в студии Серебряного Дождя. Даша, у меня огромное тебе спасибо. До вечера. Семь часов на трубной площади. Наш корреспондент Дарья Касьянова. Друзья, а у нас есть для вас новость про пенсии. Так это же хорошо. Расскажем. Потапенко будет. 903-7-9-7-6-333. Это ваше сообщение там прямой эфир. Друзья, мы сейчас перейдем к новости про пенсии. Давненько мы про них не разговаривали. Я считаю. Я вчера как раз проверял свой пенсионный счет. Молодец, какой-то ответственный. Стало просто любопытно, знаешь, в очередной раз, как меня будет. Предыдущие... О, да-да-да-да-да. Предыдущие темы. Ну, во-первых, мы, безусловно, продолжим их обсуждать с Дмитрием Борисовичем Орешкиным, который через 20 минут появится в студии Серебряного Дождя. Катя. Меня зовут Катя. Я из Москвы. Классический средний класс. Слушаю Серебряный Дождь, читаю Медузу. Хочу ответить тем, кто говорит, что мало людей вышло. Я искренне восхищаюсь теми людьми, которые выходят в эти дни. Я, моя семья, не вышла. Не вышли, потому что нам страшно. Репрессивная машина нас пугает. Но хочу сказать, что терпения все меньше и меньше. Я очень близка к тому, чтобы выходить и бороться. Отличное сообщение. И более того, я говорю, ключевым является, что власть создает битые ссылки, то есть оппозиционеров создает внутри себя. Вы не как вот отловите один очень важный момент. Посмотрите, как проходят выборы последние годы. Выборы проходят не по идеологическому принципу. Это произошел очень важный перелом. Вспомните, раньше были всякие прокремлевские движения. И они были достаточно массовые. Их напитывали деньгами, организовывали лагеря и все остальное. Есть ли это сейчас на фоне? Нет никакого фона. Почему? Да потому что власть элементарно считает рубль голос. Молодняк они этим не убедили. То есть единицы там, тех, кого мы нам показывали по ящику, были, скажем так, идейными. Остальные, попросту говоря, продавали свой голос. Для власти это ужасно. Именно власть поэтому перестала финансировать все эти так называемые движения. Они перестают финансировать партии в том числе. Они, попросту говоря, действуют. Выборы, заметьте, как проходят. Выборы проходят с помощью предприятий. Именно с помощью предприятий. То есть если с одной стороны у оппозиции это именно избиратели, то у власти это голосователи. Вот сейчас, например, в Мосгоре будет проходить, что выиграют выборы ГБУ жилищник. Попросту приедут некрепкие далеко ребята, их привезут прямо с метлами, с рабочих мест. Поэтому выборы в Москве будут выигрывать ГБУ жилищник. А это не идеология. Это обычная экономика. То есть это принципиально разные инструментарии. Поэтому за этим следить. Этот перелом произошел и он дальше идет. Ну что, граждане, пережившие пенсионную реформу? Да мы еще не пережившие. Я же тебе уже сказал, что мы с каждым днем все моложе и моложе. И надо власть за это поблагодарить, потому что уже скоро в 75 ты будешь чувствовать себя вечно молодой и вечно пьяный. Заморозку накопительной части пенсии по информации СМИ продлят еще на один год до 2022 года. Об этом Интерфакс вчера написал со ссылкой на материалы Минтруда, то есть даже не на какие-то там собственные источники, как это бывает. Нет, это материалы Минтруда о бюджете Пенсионного фонда России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Цитата. При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. Говорится, в документе, выдержки из которого также опубликованы. Мораторий, который также называют заморозкой накопительной части пенсии, действует с 2014 года. Согласно этому правилу, я напомню, отчисления в размере 6% зарплаты граждан идут в страховую часть, то есть на выплаты нынешним пенсионерам. предполагается, что этот шаг стабилизирует бюджет ПФР, и вот все это дело нам с вами еще до 2022 года растянут. ПФР, когда потом в этих же годах начнут выходить на пенсию все растущее количество пенсионеров. Никаким образом бюджет ПФР стабилизировать невозможно. Власти всего лишь отсрачивают момент принятия решения, что никаких, что все ваши отчисления в 6% и все остальные так называемые налоги, социальные налоги будут, попросту говоря, изыматься. Изыматься и все. И не более того. Вот в какую секунду они примут это решение? Ну, на мой взгляд, я говорю, перелом 2021-2022 года. Ну, потому что нет никакого пенсионного фонда, нет никакого инвестиционного фонда под названием пенсионный. А все ваши отчисления, половина вашей заработной платы, которую вы отдаете куда-то, именно куда-то, они идут исключительно на покрытие их личных потребностей. Почему сотрудники в данном случае у нас периодически оказываются на информационных лентах, сотрудники пенсионного фонда замешаны в правонарушениях? Потому что они тоже прекрасно понимают, что лучше сейчас своровать, потому что все равно никому ничего не достанется. Они исходят из такой прагматичной и неприятной логики. Ну что, у нас на связи президент инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Борисович Коган. Евгений Борисович, доброе утро. Доброе, доброе солнечное утро. Да, ну смотрите, может быть, пенсию взять да отменить? Вы знаете, вы мне напоминаете песенку, там, что-то такое взять да отменить. Ну да. Вы знаете, наверное, все-таки не стоит. Я думаю, что у каждого из нас есть свои пенсионеры, свои, так сказать, старики, и как-то вот не получится и не нужно, наверное. Ну, а есть ли шанс, что вот то, что утверждают власти, что это заморозка, ну вот моих, например, личных пенсионных накоплений позволит им что-то решить? Ведь через не очень длинный период, я, правда, теперь уже не знаю, какой, в какой я там в 35-м выйду на пенсию или в 30-м, или, может быть, это будет 40-й, когда я помру. Мне-то тоже по формальным признакам неплохо было бы пенсию, ну, то есть вернуть мне же мои же деньги, пусть и хотя бы с ущербом. Что с вами-то будем делать? Ну, во-первых, я вас хочу поздравить с тем, что вы точно знаете, когда вы помрете. Я, например, этого не знаю. Но, но если серьезно, да, но если серьезно, смотрите, на мой взгляд, от перестановки места сумма не изменяется. Государство один раз заморозило накопительную часть. Сегодня маневрирует, придумывая вот эти все накопительные счета, когда каждый там типа добровольный или недобровольный, вот об этом идет дискуссия, каким образом будет накапливать. А для меня все это означает только одно. Я инвестбанкир, ко мне приходят каждый день люди и говорят, мы прекрасно понимаем, что пенсию нам никто делать особо не будет. Даже если сделают вопрос, а как это будет сохраняться, в каком виде и так далее, там подобное. Люди приходят и все больше и больше начинают заботиться сами по копейке, не знаю, там по 100 долларов, по 500 долларов, по 1000 долларов в месяц. Откладывают себе, и для них только вопрос, как это правильнее структуризовать, в каких инструментах, как рациональнее и не зависеть от дяди Васи или дяди Степа, чиновника. Вот, собственно, и все. Евгений Борисович, ну, в этой логике я как предприниматель должен сказать, простите, а тогда, может быть, оставите мне все мои 100% доходов, а я уж как-нибудь сам определюсь, раз уж вы все равно точно дадите мне, ну, не вы, а имеется в виду инвестиционный фонд, который ошибочно называется пенсионным, все равно отдадите же мне же мои же деньги, но с убытком. Может быть, я хоть сам их как-то, ну, хотя бы прогуляю, знаете, с удовольствием. А вот тут интересный момент, а тут интересный момент, понимаете, чиновник всегда должен быть при деле, чиновник всегда должен чем-нибудь руководить и что-нибудь выстраивать. Это с одной стороны. Поэтому, ну, никуда они не денутся и будут продолжать это дальше. Второе, понимаете, проблема состоит в том, что есть, ну, как бы такая минимальная нищенская пенсия. Я даже не назову это пенсией, это некое пособие, чтобы не умереть с голоду. Все, это у нас всех гарантировано, оно будет, и как бы, аминь. Тема номер два. Это все то, что сверх этого. А вот тут дальше будут игры. Каждый будет пытаться наложить на это лапу, каждый будет пытаться этим руководить. И еще раз говорю, это игры, которые будут продолжаться. Государство будет где-то стараться, где-то делать вид, что старается, где-то чиновники будут показывать свое рвение, выстраивая ту или иную программу. Но еще раз говорю, каждый из нас просто серьезно понимает, что как бы они это не выстраивали, от перемены места, так сказать, сумма не изменится. И просто каждый потихонечку начинает думать о себе. А дальше уже, ну, вы же понимаете, что нам все равно не удастся от них избавиться, чиновников. Все равно будут нам диктовать, сколько процентов туда или сюда. Но это неизбежно, как победа коммунизма. Но они такие. Ну, это такая, это даже не церковная десятина. Раньше-то хоть десятина была, а тут-то отбирают там почти 40% дохода. И тогда зачем они поднимают вопрос об уходе зарплат в серую зону? Ребят, ну вы же сами все своими руками показываете, что серая зарплата forever, потому что какой смысл отдавать, ну, привычные деньги? Вам? Ну, где же логика, где здравый смысл? Или так и должно быть? А логики, вы знаете, логики здесь нет. Логика у чиновников, она абсолютно своя. Нужно, поставлена команда сверху, есть команда сверху, надо это сделать. Дальше чиновник бежит и делает, так, как он разумеет, так, как он понимает. Плюс опирается на мировой опыт, но есть одна проблема. Мировой опыт и мы, это не всегда, так сказать, одно и то же. Да, действительно, во всем мире пенсия тоже накопительная и обязательно минимальная. Это, в этом ничего нового-то нет. Другое дело, что накопительная пенсия, это штука очень, знаете, комплексная, где каждый может выбрать себе программу, где она, с одной стороны, вроде как и добровольная, с другой стороны, в разных странах, может быть, обязательной. Многое зависит от специфики страны. Мы же пытаемся ее выстроить, не понимая того, что у нас очень серьезная своя специфика. и самое главное, действительно, лучше всего в нашей стране, когда каждый человек будет потихонечку понимать, что все равно будут это все выстраивать, но будет думать об этом сам, конкретно сам, о своих деньгах, о своих возможностях, о своих родителях, детях и так далее. Это все равно, мы к этому придем, это неизбежно. Да, только до этого очень сильно пограбят, как говорится, нас. Единственное, вот в этом проблема, я думаю. Ну, у них работа такая, у них работа такая. Спасибо. Спасибо большое. У нас был Евгений Борисович Коган, президент инвестиционной компании «Московский партнер». Такое ощущение, что мы только что разговаривали о лесных разбойниках, от которых некуда деваться. 730-101, телефон прямого эфира «Серебряного дождя». Друзья, вы можете звонить и комментировать все обсуждаемые новости в программе «Потапинка. Будет». Ну что ж, мы говорим о заморозке и пенсии. Смотрели ли вы свой пенсионный счет? Посмотрите, расскажите. И смотрели ли? Что вы там увидели? 903-79-7-6-3-3-3-3, ну и 730-101. Очень хочется узнать, что же вы увидели на своем пенсионном счету и как он вам... Как он вам? Может быть, он симпатичненький такой. 730-101, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, доброе утро. Доброе. Вы в прямом эфире. Да, спасибо. Меня Владимир Завод. Очень внимательно слушаю тоже ваши эфиры каждое утро, пока двигаюсь сквозь московские пробки. И не совсем по теме вопрос, такой хотел бы задать. А возможно ли слышать мнение людей, которые непосредственно эти решения принимают, как-то разрабатывают их и так далее, и так далее. Потому что я согласен, что это абсолютно несправедливая ситуация на многих вопросах и так далее. Но как-то вот, может быть, есть у эфира возможность задавать им тоже вопросы. А вы каких сейчас людей имеете в виду? Представители, например, Минтруда, вот мы сейчас про пенсии, да, например, обсуждаем? А вы знаете, сейчас настолько для нас, вот, сопывателей, скажем так, активных, это все запутано, что даже никто, наверное, толком и не понимает, где эти решения принимаются вот по поводу этих пенсий, там, частей и так далее, и так далее. Да, но мы бы тоже хотели слышать комментарии этих людей. Вопрос в том, что их они дают только специально обученным СМИ. Ну, я могу сказать, что мой эфир открыт для всех, поэтому... Мы всегда приглашаем. Представители администрации, президента, первых лиц, а не пресс-службы, мы приглашаем к себе в эфир в любую секунду. Будет абсолютно... Ну, вот, собственно говоря, был эфир с господином Милоном, которого мы приглашали. Можете послушать его очень все аккуратно, интеллигентно, более того, два часа. Многие жаждали крови, никакой крови не было. Абсолютно четко, толерантно, как это можно применить такое слово, я задавал вопросы, получал на них ответы, в том числе и вопросы наших радиослушателей, которые были крайне корректны, несмотря на одиозность фигуры господина Милонова. Из того, что пишут слушатели, Юрий из Екатеринбурга, на пенсионном фонде у меня на счете 36 тысяч рублей, и за всю жизнь украли белый стаж с 86-го года. Да, это была фишка вообще. Андрей из Екатеринбурга, кстати, тоже Екатеринбургу. Привет, он сегодня активен. Здравствуйте, сегодня глянул свой пенсионный счет, работаю с 13-го года, на счету 9 тысяч, это за 7 лет работы. Да, кстати, тут недавно была тема по поводу электронных книжек, и мне задавали вопрос, я говорю, вы знаете, основная проблема не в бумажном или электронном носителе, а вопрос, как это будет вести, куда будет эта информация уходить, и будет ли она сохраняться, потому что вот мне напомнили, что вот у меня с 87-го года стаж по формальным признакам, а теперь оказывается, что 23 года, да, нет, нет, или 13, извините, лет, куда-то упало, или даже по 2004, только с 2004 года у них как-то какие-то сведения есть, это что означает, что с 87-го года меня не существует, хотя говорят, что с учетом новых условий, как собираются подписи и как ошибаются в буквах, подписях, в фамилиях, именах, боюсь, что действительно скоро не будет существовать. Давай еще звонок прижим. Доброе утро. Доброе утро, слушаем вас. Доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Артем Саратов. Вот так, когда сегодня началась вся эта трехомудра с пенсии, с реформой и прочим, я начал прикидывать, просто, когда у нас бюджет пенсионного фонда, какой размер пенсии, получается, что вроде бы даже если все те же, там сколько там, 36 миллионов пенсионеров будут получать какую-то там хорошую, удовлетворяющую всех пенсию, хотя бы там 30-40 тысяч рублей в месяц, например, то есть более-менее приближенную к официальной средней заплате. Это получается, что у нас тогда этот пенсионный фонд раздует таких размеров, что бюджет просто не потянет его. И был вопрос, вообще у нас такой маленький бюджет, собственно говоря, ну, официальный, вот эти 15,5 триллионов, посмотрел по другим странам и очень удивился. Вроде бы есть такие страны, например, северные, но это вообще отдельная статья, типа Финляндия, у которой бюджет половину, по-моему, нас упомнили, примерно по 17 угон половину от нашего в долларах, а при этом население очень маленькое. Получается, что бюджет половины от нашего при таком маленьком населении. У Испании, у нее бюджет в два раза больше нашего, при этом ВВП в два раза меньше нашего. Я начал удивляться, а может быть у нас еще на стадии формирования бюджета куда-то все уходит, потому что такая вроде большая экономика, мы так этим гордимся, что в абсолютном счисление она такая крупная, а при этом формируется настолько маленький бюджет. Вот я хотел бы получить от вас, как от эксперта, Дмитрия Валерьевича, спасибо вам за ваши труды, ваша работа, деятельность, от вас, как от эксперта, хотел бы получить комментарий на эту тему. Либо у нас разорвается, либо у нас на самом деле экономика настолько маленькая, что она просто не в состоянии генерировать что-то больше. А, значит, наши власти... А давай вот сейчас, вот сейчас, вот буквально секунду и ответишь нашему слушателю. Давай. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Потапенко будет. Так, буду немножко упрощать. Значит, соотношение там пенсионного фонда и наших работающих, неработающих, наши власти объясняют двумя вещами. что у нас мало трудоспособного населения. Самое главное, что в их понимании у нас низкая производительность труда. Есть тут определенная правда, но и определенная ложь. Низкая производительность труда возникает по одной весьма прозаичной причине, что количество неработающих, ну, как это вот говорят, семеро с ложкой, один с поварешкой, у нас зашкаливает все разумные пределы. Если кто не помнит, то я в нескольких эфирах своих упоминал, что у нас 16-18% работают в так называемых силовивых ведомствах от всего трудоспособного населения как такового. То есть производительность, низкая производительность труда у нас обеспечена тем, что у нас огромнейший чиновничий навес. Ну, у нас там почти 70% экономики псевдогосударственной. Почему псевдо? Потому что вот эти кланы назвать государством я не могу, потому что каждый раз мы с любыми экспертами государственными, негосударственными, вот знаете, ошибочки такие по Фрейду оказываются. Все обсуждают государство прямо как тех самых зеленых братьев. То есть бандформирования, который, попросту говоря, каждый из них устанавливает какой-то свой закон, но так главное, чтобы не сильно ссориться с зелеными братьями, которые находятся по другую сторону леса или в том же лесу. Поэтому проблема заключается, почему у нас маленький ВВП и все остальное, потому что у нас ничего не производится. Да, мы 11 экономика мира на сегодняшний день, единственное, что мы вывозим отсюда, это непереработанное сырье и материалы, и именно поэтому в общем в нашей энергетической парадигме, то есть в нашей стоит, что основным вызовом для нас являются любые альтернативные источники. Вот, если кратко, ответ на ваш вопрос. Архаика, попросту говоря, архаика. Еще короче, слушатели, ответили на этот вопрос сами. Один с сошкой, семеро с ложкой. Вот оно так и есть. 730-101. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Алло. Дослушаю вас. Доброе утро. Доброе утро, Дмитрий, доброе утро, Дарья. Доброе. Данил, меня зовут из Белгорода, вас беспокоят. Вот, по истории пенсии есть у меня такая мысль, скажем так, я абсолютно не доверяю тому, что у нас называют пенсии и всему этому механизму, и еще после одного случая. Если вдруг помните, была такая история, как государственное софинансирование пенсии. Да, была такая история. Когда даешь тысячу рублей, а потом наше доброе государство даст тебе якобы еще тысячу. Да. Эта история просуществовала, а потом ее так под шумок свернули, и в общем-то все. В чем, собственно, дело. У меня мама вложилась в это мероприятие. И сейчас получается такая история, что взять эти деньги обратно нельзя. Ими можно воспользоваться, только написав заявление, и будет доплатать пенсии две тысячи рублей каждый месяц. Вот. Сумма там скопилась за тот период, что она получила деньги, достаточно прилично. Измедрить их оттуда в никаком не предоставляется возможным, потому что там есть такой пункт, как сумму можно единовременно забрать, по-моему, так, при достижении размера пенсии 20 тысяч рублей. Вот как вот это возможно объяснить? Ох, эти же объяснения мы будем тогда давать уже в следующей части. Я в программу софинансирования пенсии играл, когда мне тогда задавали вопрос, говорят, ну вы же все равно не верите. Я говорил, да, вы знаете, на тот момент просто запретили все легальные казино, и честно говоря, я мог себе позволить гульнуть несколько лет, по-моему, лет шесть, я софинансировал себе пенсию, но вот я мне было тогда... Похоже, пришло время снова сделать эфир на эту тему. Нет, мне просто как раз было тогда, мне задавали вопрос, я сказал, мне интересно было, как меня кинут, и меня кинули.